Здравствуйте! В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольги Алексеевы. Мы продолжаем рассказывать о возможностях чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Сегодня вы узнаете. Что такое глоукома и какие первые признаки заболевания? Как проходит процедура диагностики и лечения? Почему 50% пациентов не подозревают о своем недуге? Итак, знакомьтесь. Гость нашей программы – кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог Горбунова Надежда Юрьевна. Надежда Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Горбунова Надежда Юрьевна – кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог высшей квалификационной категории, специализация хирургия глоукомы, заведующая отделением. Надежда Юрьевна, что же такое глоукома? Что это за страшное название такое? Ну, название, в общем-то, объединяет целую группу заболеваний, которые объединены общими симптомами. Это, в первую очередь, повышение глазного давления выше определенного уровня, который ведет к тому, что зрительные функции постепенно снижаются. И если отсутствует соответствующее лечение, то все это заканчивается, конечно, слепотой. Раньше это заболевание на Руси называли болезнью желтой-зеленой воды, болезнью грязной воды, потому что вот именно такой цвет, такой оттенок приобретал рефлекс, сам глаз пациентов, вот именно в далекой, далеко зашедшей в терминальной стадии глоукомы. Вот. Кроме того, называли ее болезнью аристократов одно время. Потому что считают много? Нет. Не потому, что эта болезнь, допустим, затрагивает какие-то социальные группы, а какие-то нет. А потому, что при этом заболевание противопоказан тяжелый физический труд. Вот. И поэтому вроде как считается, что... Хотя заболевают любые слои населения, однако считается, что горожане болеют чаще, чем жители села этим заболеванием. Считается, что женщины болеют чаще. Но я думаю, что, наверное, горожане имеют возможность чаще обращаться к врачу, так же, как и считается, что женщины больше болеют. Но это тут, в общем-то, с демографией связано, потому что мужчины, так как эта болезнь ассоциирована с возрастом, возникает у людей старше 40 лет, и с каждым десятилетием распространенность ее увеличивается, то мужчины просто в силу наших демографических показателей, многие могут, может, просто не доживая до того возраста, когда у них могла бы проявиться эта болезнь. Ну, и женщины вообще как-то внимательнее к своему здоровью относятся, обращаются к врачам чаще. Какой возраст самый критичный для волокола? Ну, считается, после 40 лет. После 40? Да, да. То есть после 40 уже желательно прийти, хотя прийти диагностику? Конечно. После 40 лет обязательно все должны раз в год посещать офтальмолога. Я знаю, что бывает несколько видов. Какие виды бывают глоукомы? Ну, начнем с того, что глоукома может встретиться абсолютно в любом возрасте, и у новорожденных детей, тогда мы говорим о врожденной глоукоме. Если же эта глоукома возникает в более зрелом возрасте, то здесь речь пойдет о первичной открытоугольной, либо о первично закрытоугольной глоукоме. Кроме того, существует огромное количество различных вторичных глоуком, где первопричина болезни совершенно другая. Но все они тоже сопровождаются повышением глазного давления. Гораздо более, в общем-то, распространена и гораздо более опасна. Это все-таки первично открытоугольная глоукома, которая протекает абсолютно бессимптомно. Да, почему пациент не подозревает вообще о том, что у них есть такое заболевание? Для того, чтобы понять вообще, что такое глоукома, мы должны вспомнить немножечко анатомию глазного яблока и понять, что глаз – это такая сложная система, где через прозрачные среды глаза, через роговицу, через хрусталик свет попадает на сетчатку, где преобразуется в электрический импульс и по зрительному нерву передается в головной мозг. И вот в норме, для того, чтобы эта система хорошо функционировала, вырабатывается внутриглазная жидкость, приток которой и отток которой из глаза строго сбалансирован. То есть сколько притекает, столько и оттекает. Это позволяет вот этим системам хрусталику, стекловидному телу, роговице взаимодействовать в норме, функционировать в норме. Когда этот баланс нарушается, это возможно в результате засорения пути оттока какими-то шлаками, пигментом, либо еще чем-то, то жидкость скапливается внутри глаза и начинает давить на то место, где зрительный нерв выходит из полости глаз, на так называемый диск зрительного нерва. И зрительные волокна, нервные волокна сдавливаются и, в общем-то, прекращается передача информации от глаза к головному мозгу. И если это происходит долго, в течение длительного времени, то происходит прекращение, полное прекращение передачи нервного импульса к головному мозгу и глаз перестают видеть. Но как можно почувствовать? Ну вот, к сожалению, первично открытоугольная глаукома тем и опасна, что в сетчатке отсутствуют болевые рецепторы, сетчатка не чувствует боли. Человек не чувствует боли, когда давление повышается. В редких случаях, когда давление очень высокое, человек может почувствовать какой-то дискомфорт, ломоту, либо, ну, просто какие-то неприятные ощущения. То есть на ранних стадиях болезнь себя никак не проявляет. Однако в более продвинутых стадиях появляются так называемые выпадения полей зрения, скотомы полей зрения. И если еще дальше болезнь прогрессирует, нелеченная, то сужается периферическое поле зрения, и человек начинает видеть, как в подзорную трубу появляется так называемое тоннельное поле зрения. При этом очень долго центральная острота зрения остается высокой. А что же нужно делать, чтобы на ранней стадии выявить? Нужно прийти и проверить просто так, проверить свое зрение, или что нужно делать, если даже нет признаков? Все правильно. Все дело в том, что существуют определенные группы риска, определенные факторы риска. То есть это те люди, у которых глоукома возникает значительно чаще. И, конечно, если мы рекомендуем каждому человеку старше 40 лет раз в год посещать офтальмолога, то людям, у которых есть эти факторы риска, мы рекомендуем посещать офтальмолога в более ранние сроки, это после 35 лет, и наблюдаться чаще. Я, конечно, могу рассказать, кто входит в эту группу риска. Да, расскажите, потому что будет изрителям интересно узнать, вдруг они попадают. В первую очередь, это, конечно, люди, чьи родственники, кровные родственники страдают глоукомой. Глоукома у них возникает в 6 раз чаще, чем у тех, кто не болеет. Это люди, имеющие близорукость, особенно больше трех диоптрий. Это люди, у которых часто наблюдаются мигрени, вазоспазмы различные. Это люди, страдающие с сахарным диабетом. Это пациенты, у которых есть артериальная гипертензия, даже особенно если она лечится, например, такими препаратами, как бетаблокаторы. То есть, в общем-то, большая группа заболеваний, которые сопровождают, у которых у пациентов, страдающих этими заболеваниями, глоукома, возникают чаще. Какие методы диагностики проводятся в вашем центре? Куда нужно обратиться? И какие сроки будет проведена диагностика? Начать, конечно, надо с того, чтобы обратиться к доктору, либо по месту жительства, либо в какой-то специализированный центр. И провести элементарно, проверить остроту зрения и провести тонометрию. Да, конечно, первичное исследование. Но, однако, мы должны знать, помнить, что внутриглазное давление – это понятие сугубо индивидуальное. И поэтому то, что для вас, допустим, может быть нормой, для кого-то другого может оказаться ненормой. Поэтому только измерения глазного давления бывает недостаточно. Надо обратиться в центр специализированный, где вам проверят поле зрения, проверить состояние дискозрительного нерва, ну и какие-то еще другие дополнительные методики. Вот наша клиника, в частности, располагает такими методиками. И если это диагноз глаукомы для нас ясен, то это займет, допустим, ну часа два. А если у нас есть какие-то сомнения, то обследование может занять несколько дней. Виталий Шихранов в свои 73 года чувствует себя неплохо. И до сих пор продолжает работать. Собирает и разбирает радиоприемники. К офтальмологам никогда специально не ходил, но сегодня решил проверить внутриглазное давление, чтобы оценить риск развития глаукомы. Смотрите прямо. Будет поток воздуха в глаз, не пугайтесь. Обследование безболезненное и занимает всего две минуты. Результаты пациент узнает тут же, на месте. Сейчас провели исследование глазного дна с помощью афтермоскопа. Признаков глаукомы у вас там не обнаружено. Кроме того, посмотрели передний отрезок глаза. Серьезных изменений там нет. Есть возрастные изменения у Сталика. Нине Романовой 79 лет. Поэтому за своим здоровьем приходится следить тщательнее. В МНТК пришла по совету соседки. Та по радио услышала, что сегодня здесь можно получить бесплатную консультацию офтальмолога. И пройти тонометрию. Измерить внутриглазное давление бесконтактным способом. Табление у вас хорошее. 16-17. Норма до 24. Спасибо большое. Как хорошо. Я очень благодарна. То, что внимание обращает на нас, на бабушек, на старую. Я очень рада. Нисколько не больно. Только я побоялась. Что-то как фу-фу. Сделала три раза. И проверила в глаза. Сейчас со зрением хорошо читаю. Библию читаю. Газеты читаю. Хорошо. Вот этот глаз нормальный для них. А этот глаз так и он с малых лет. Желающих проверить состояние зрения, как всегда, много. Особенно сегодня. Многих принимали без записи. И это понятно. С глаукомой шутки плохи. Хроническое заболевание глаз, из-за которого повышается внутриглазное давление и погибает зрительный нерв, является главной причиной необратимой слепоты. Глаукома очень серьезное заболевание. Она не имеет той большой распространенности, как, допустим, близорукость, всем известная, или катаракта. Но при всем при этом методы борьбы с этим заболеванием, к сожалению, не соответствуют нашим ожиданиям и ожиданиям наших пациентов. Это очень коварная болезнь. Ее проблема в том, проблема, которая создается в связи с ней, в том, заключается, что ее очень сложно поймать, как мы говорим, продиагностировать на ранних этапах. При своем начале она никак не проявляет себя. То есть человек, ведя обычную жизнь, ее не замечают. Это не снижение остроты зрения, не какие-то боли, не покраснение глаза. То, что заставляет человека насторожиться и обратиться за помощью к специалистам, при глаукоме не происходит. И именно при этом заболевании очень важно его продиагностировать на ранних стадиях. Глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения. Но вероятность заболеть ее значительно увеличивается после 40 лет. Если своевременно обратиться к врачу и использовать в лечении современные препараты, есть высокая вероятность сохранить зрение. Всем больным, у которых выявили признаки глаукомы, тут же выдают талоны на дополнительное бесплатное обследование на диагностической линии филиала. Кроме этого, в щебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» регулярно проводятся занятия в школе глаукомного больного. Как проходит дальнейшее лечение, если выявили заболевание дальше? На сегодняшний день, слава богу, существует достаточно широкий арсенал и медикаментозных средств, позволяющих контролировать этот процесс, и хирургических и лазерных методик. Вот, естественно, начинается всегда с подбора каких-то медикаментов, и дальше уже и пациент, и врач, они останавливаются на какой-то одной из этих методик. Обязательно будет операция, или можно все-таки медикаментозно как-то решить проблему? Можно медикаментозно, конечно, можно, но считается на сегодняшний день, что вовремя сделанная операция, она больше позволяет контролировать, лучше контролировать внутриглазное давление и позволит сохранить зрение на более длительные сроки. Особенно для пациентов, которые ведут активный образ жизни, конечно, это немаловажно, и поэтому мы широко предлагаем лазерные методики, которые, вроде бы, это не хирургия, но это лазерная хирургия, и она такая щадящая, она позволяет контролировать внутриглазное давление, в общем-то, на хороших цифрах. Обываются случаи, когда помочь уже нельзя, и какие случаи? Ну, случаи, когда помочь уже нельзя, конечно, бывают, к сожалению, каждый второй, который обращается к врачу на сегодняшний день, попадает к доктору в развитой, в продвинутой стадии глоукомы, и бывают такие ситуации, когда мы не можем вернуть зрение. Но не надо забывать о том, что глоукома, это не только на более последних стадиях, это заболевание может сопровождаться болевым синдромом. То для того, чтобы какая-то социальная реабилитация больных проходила, в этих случаях для некоторых достаточно, чтобы хотя бы у них не болело это все, то в этих случаях, конечно, мы применяем методики, которые позволят избавить их от болевых, хотя бы от этого. А после операции нужно приходить в клинику или достаточно прооперироваться и потом больше не вспоминать об этом? Ну, к сожалению, на сегодняшний день глоукома – это болезнь неизлечимая. То есть вылечить ее, забыть о ней нельзя. Можно держать под контролем тот процесс, который протекает в организме. То есть мы можем держать давление на определенном уровне с помощью медикаментозной лазерной терапии, либо этой хирургии. И можем, в общем-то, помочь пациенту в последующем, проводя курсы нейропротекторной терапии, мы можем помочь пациенту сохранить зрение на длительные годы. И после операции, конечно, которая не является избавляющей на все оставшиеся годы, что называется, от болезни, естественно, требуется наблюдение, потому что давление может возникнуть вновь. У части больных, несмотря на нормализованное давление, к сожалению, процесс гибели нервных клеток продолжается. И вот в этих случаях мы настоятельно рекомендуем проводить нейропротекторную терапию. Когда выставляется диагноз глоукомы, конечно, для многих это звучит как приговор. И пациенты начинают, ну, что называется, грузиться, да, и, ах, у меня это болезнь, крест там на себе ставить. На самом деле это все неправильно. Глоукомы – это не роковой такой приговор. Это, ну, заболевание, которое сопровождает человека и его жизнь. Это не значит, что он должен как-то себя социально ограничивать. Он может точно так же, совершенно такую же активную жизнь вести. Он может работать, он может читать, он может путешествовать, он может водить машину. Хотя там есть ограничения какие-то, допустим, на более продвинутых стадиях, потому что у них сужается поле зрения. Но водить машину он тоже может. Естественно, он может плавать, он может ходить в сауну. Он может вести совершенно обычный, нормальный образ жизни. Единственное, что он должен помнить, это то, что он должен контролировать свое состояние, обращаться к врачу. И если там есть какие-то неприятности, какие-то отрицательные моменты, он должен как-то контролировать этот процесс и вместе с врачом менять тактику лечения. Самую современную и квалифицированную помощь вы можете получить в нашей клинике. То есть все методики, которые на сегодняшний день есть в мире при глоукоме, в общем-то, все это у нас применяется. Конечно, хочется обратиться ко всем жителям, сказать о том, чтобы любили себя друг друга, беспокоились о своем здоровье и обращались и к офтальмологам, и к другим докторам, чтобы не пропустить начало какого-либо неприятного заболевания, потому что чем раньше начато лечение, тем меньше проблем эта болезнь вообще принесет. Это касается и глоукомы, которую вылечить нельзя, но можно ее контролировать. Что ж, на этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, в эфире была программа «Время здоровья». В студии была Ольга Алексеева. У нас в гостях была Горбунова Надежда Юрьевна, кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог. Я с вами прощаюсь. Желаю в новом году вам крепкого здоровья. До свидания. Всего доброго. С наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова